Этот фасадный декор на доме 34 по улице Ленина, попытка владельца квартиры стилизовать под старину, в ходе капитального ремонта вряд ли останется, подлежит демонтажу. Специалисты, по словам главы фонда содействия капитальному ремонту, в этот дом, который является объектом культурного наследия, зайдут с ремонтом крыши, подвала и фасада в ближайшие месяцы. В 2019 году фондом содействия капремонта заказана разработка научно-проектной документации, в состав которой входит историко-культурная экспертиза государственная. В рамках этой историко-культурной экспертизы запрашиваются архивные данные, фотофиксация, какие-либо чертежи, если они имеются, и восстанавливается архитектурный облик дома, который был на момент постройки. С момента постройки, а это 1949 год, многие детали уже физически не восстановить, а вот избавиться от так называемых диссонирующих элементов, которыми оброс дом придется. В марте с жильцами дома проводили встречу, ознакомительную, разъяснительную. Устраивали стенды специальные, показывали архитектурный облик дома, как он должен быть восстановлен, проектные решения, принятые в рамках проектирования. Они общались с жильцами о том, что, ну, доводили информацию, которую, ну, по-хорошему, они должны были ее знать, но по каким-то причинам не знали, что на объекте культурного наследия любой элемент, который навешивается на фасад, должен иметь соответствующее согласие со стороны надзорного органа СЕФ наследия. Там кондиционер, будь то, или остекление балкона, или решетка. У кого-то было такое? На сегодняшний день выданы все контакты собственникам, кому, куда и как обращаться для того, чтобы получить всю необходимую документацию. Но при всем при этом надо понимать, что фасад на время производства работ должен быть освобожден от всех посторонних навесных конструкций. В этом доме есть облицовка инкерманским камнем, к работе с которым необходим особый подход и технология. Это, наконец, поняли. На лицевом фасаде мы сейчас пройдем, увидим, что там есть инкерманский камень, накрытый множеством текущих ремонтов, закрашиванием граффити, еще как-то там. Да, 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 это сойный такой, да. Кто как умел, тот так с ним и работал. А арка не входит? Нет, арка не входит. У нас вся суть капитального ремонта многоквартирных домов, что это ремонт общего имущества многоквартирного дома. А арка мы видим, да? Ну, тут все закрашено и заштукатурено. Вот выше мы видим насечку, контур камня. Мы его расчистим, посмотрим его фактуру, из чего он состоит. И далее будут определяться с материалом, которым его восстанавливать. Недавно фонд содействия капитальному ремонту проводил совещание, как возвратить инкерманскому камню его первозданность. Инкерманский камень, он, неважно, на ком доме он установлен, определенная технология под его расчистку должна быть подобрана. В ходе ремонта многоквартирного дома номер 6 по улице Генерала Петрова решено использовать технологию очистки, продемонстрированную реставратором Анатолием Пряшниковым. Это как бы выездное совещание, где я, в общем-то, показал... То есть с местными совещаются? Ну, это вообще как бы для меня стало таким знаком, да. Почему? Ну, это нормально, это нормально. Вот смотрите, были же не только представители там заказчика, были и проектанты, которые сейчас вынуждены будут переделать проект на этот дом под ту технологическую карту, которую мы здесь согласовали. Понимаете, это нормально, когда сначала вырабатываются технологии проведения работ, тут же проектанты это берут в работу, и уже подрядчик, заказчик и проектант реально знают, что они будут делать. Не будет разногласий. Будут командные работы, когда такой дом большой. Да, тоже, опять же, касается вот этой штукатурки. Эта штукатурка, вот эта вся, она, вот не поверите, здесь ни грамма цемента нет. А у нас принято песчано-цементную штукатурку везде носить. Она очень плоха, она очень трескается, она очень колкая. Значит, вот эта штукатурка, она должна быть, здесь опять же было принято решение, что эта штукатурка будет здесь просто известковая. Такими попытками ремонта фасада только убиваем наше здание, говорит реставратор. И создаем дополнительные проблемы реставраторам, которые потом не знают, что с этим делать. У нас весь город такой. Поверьте, это самая большая проблема для фасада. Вот самая большая проблема. Лучше было бы облезло и потрескало. Вот да, вот оставить, и потом рано или поздно все равно все это будет сделано. У нас очень много фасадов, в том числе и ОКНов, просто покрашены акрилами краской. Вот этот вот участок, вот этот участок мы пытались практически, ну минут 15 я его пытался отмыть. Практически это, вот результат. Не получилось. Да, не получилось. Придется здесь применять жесткие способы очистки. А это уже утрата известняка, понимаете. И придется все это... То есть вот эти краски, они только гораздо больше вреда наносят, чем... Да и вообще очистка спецтехникой Инкерманского камня – это только 20% работы с ним. А 80, вот докомпоновки вот этих вот утраченных элементов, реставрация вот этих швов – это очень важный момент. Посмотрите, видите, вот этот вот готовый участок, вот я на него потратил, на эту плитку, наверное, минут 20. На одну? Да. Да. И это еще не полный цикл, потому что надо еще гидрофобизацию произвести, создание такого защитного слоя для того, чтобы биота сюда не попадала. Прекратить как бы рост этой биоты, которую мы отсюда выбивали с таким трудом. Это, который дает вот такой темный цвет тоже, да? Да, да, да. Это песня. Это грибок, да. Патина и грибок, ну, опять же, в просторонии называется патина, но это смесь всего. И, значит, прореагировавших слоев этого известняка, потому что, ну, видите, вот сейчас вот ситуация такая, что количество машин увеличилось, выхлопы увеличились, а в выхлопах машин большое количество содержания серы. А это, по сути, чистый мел, он очень, он реагирует, да, он реагирует и темнеет. Известь вместе с мелким галичником, причем, заметьте, не песок, а галичник. Тогда песка еще не привозили с континентом. Это знаете откуда? Это с поймы реки Бельбек или Кача. Вот оттуда вот добывался там песок. Никаких полумер инкерманский камень не терпит. Весьма капризный материал. Опять же, ввиду чего? Своей структуры и очень уязвимости. Вот можете посмотреть, одно время у нас пытались в городе делать, значит, чистить этот камень при помощи у ошлифовальных машин высокооборотистых. И в результате попортили всю фактуру этого камня. Сплошные запилы вы увидите, вот, а самое главное происходит в этот момент втирание вот этой биоты еще глубже в структуру этого камня за счет его высокой пористости. Ну, вот яркий пример вот стала штык и парус. Вы можете посмотреть, вот она вся вот так, собственно говоря, и сделана. Вы посмотрите сейчас на современную архитектуру. Ну, кто-то разве заморачивается такими формами? Вернуть жилому дому тот вид, который радовал глаз в далекие послевоенные годы, трудоемко, но возможно. Казалось бы, после войны хоть что-то построить, чтобы жить можно было не до украшательств. Какой был подход, что да, мы пережили такую войну, да, мы потеряли столько людей, но мы все равно сделаем так же красиво, как было до этого. Мы не построим бараки, дома из СИП-панелей, вот заметьте, как сейчас строят, заборы из профнастилов, побыстрее. Вот, а мы построим вот так. Этот дом, как ни странно, объектом культурного наследия не является. Хотя рядом расположен и точь-в-точь такой же по архитектуре жилой дом в реестру КН попал. А почему в этот реестр попали мы? Выражают недоумение от имени всех жильцов дома 34 по улице Ленина Петр Моисеевич, показывая нам заявление, в котором жильцы дома категорически против предложенного варианта ремонта крыши и фасада, который им будет делать ООО «Промальп Эдельвейс». В доме всего 8 квартир и большинство собственников поставили свои подписи под заявлением, которые направят губернатору, прокуратуру, законсобрание, фонд содействия капитальному ремонту всего 9 получателей, которых жильцы просят разобраться со статусом дома. До 9 февраля 2017 года дом не был объектом исторической ценности и исключительных архитектурных форм. Тут ничего нет, просто нету. Ну, серенькое здание, вот так скажем так. И вдруг оно стало культурным освещением в 2017 году. А учитывая идеологию овсяника и его правительства, а это оно живо, почему? Потому что какие деньги сейчас пойдут? И вы по объему, который вы дальше прочитаете, который они заложили, вы увидите, что там половина ненужных манипуляций, то есть выбивание дверей, выбивание оконных рамов во всем доме. Зачем? О том, что их дом особенный, и это налагает на жильцов определенное бремя, жильцы узнали непосредственно на встрече с заказчиком работ по капитальному ремонту, в ходе которого будет то ли реконструкция, то ли реставрация, заверяет Петр Моисеевич. Они узнали, что они уже живут в объекте культурного наследия с 2017 года? Они узнали. И что у них есть обязательства? В этот момент они узнали. А в этот момент? Да. У нас никто нас не уведомлял. Никаких не было... И охранных обязательств на своей квартире соответственно ни у кого, да? Ничего. Абсолютно ничего. То есть полная пустота в этом вопросе. Что они хотят натворить с нашим домом? Крыша, утепление чердачного перекрытия. Давно пора, да? Отлично, да. Стропильные системы. Очень все плохо там. Мы только за. Только за, конечно. Устройство прохода инженерных систем через кровлю, усиление дымовых труб, то, что вы давно ждали. Ремонт, вент, шахт, этих каналов. Сметная стоимость 2,5 миллиона. А теперь откройте дальше листик. О, а теперь считайте, что... Фасад и подвал. А теперь смотрите. Создание столярных дверных заполнений, да. Реставрация дверных заполнений. А теперь давайте друг другу скажем. Вот зачем это все этому жилому дому? А сейчас создать такие немыслимые условия для существования. А для чего делается все это? Для людей или для камней? Скажем так, сохраните нам наши нормальные условия жизни. И мы только рады, приветствуем и поможем всем можем. И просят до производства ремонта крыши и фасада начать ремонт коммуникации, изношенной системой отопления и подвального помещения. Здесь большой подвал. Он закрыт очень давно. Всех повыгоняли. Там проходят все коммуникации. Фекальные, водосточные, тепловые. Там ужасный запах, атмосфера. Он закрыт, не вентилируется. Замков у нас нет, ключей нет. Мы не можем... Я прошу... Я просил... То есть компания доступ же должен быть? Да. Я хочу сказать, летом запах достигает фекальный даже окон третьего этажа. Но запах запахом. А если там сероводород, аммиак, метан, это взрывоопасная смесь. Он не вентилируется. Вот это надо сделать. То есть вы за капитальный ремонт, но совершенно не понимаете, на каком основании реставрация и почему ваш дом стал ОКН? Да. И объем капитального ремонта мы бы хотели увидеть. Странно, что разработка проекта по данному дому велась год, была проведена историко-культурная экспертиза, а жильцы ничего об этом не знали. И сейчас их поставили перед фактом. Демонтаж кондиционеров, растекление лоджий, снос балконов и пристроек. Ну а как иначе на объекте культурного наследия? Это конструктив здания. Балконная плита является общим имуществом всех жильцов многоквартирного дома. Это конструкция. Кто-то увеличил ее площадь. Посчитали они при этом нагрузки на фундамент, на стену. Как там вообще это все выполнено, кем это выполнено. Есть ли какая-то проектная документация на выполненные работы. Есть ли данные внесены ли они в Росреестр. То есть платит ли собственник за данную пристройку налоги соответствующие, коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт и так далее. На самом деле есть города в России, в которых на объектах культурного наследия нет ни одного кондиционера. И в том числе в южных регионах. Их можно вынести куда-то? Естественно. Есть способы, скажем так, уже принятые. Например, вполне возможно установить на балконную плиту кондиционер. То есть он не навешан на фасад. Он просто стоит на балконе. Но при этом надо предусмотреть, что все подводящие трубки и кабельные линии к этому кондиционеру не должны разрушать фасад. То есть это все предусматривается в рамках проекта приспособления, который каждый собственник может обратиться, получить задание от всех наследия на разработку проекта приспособления. Своей квартиры, например, своего балкона или окна, или дверей. Это уже финансовое бремя собственника. Да, да. То есть надо понимать, что проживание в объекте культурного наследия это не только статус, но и ответственность. Стены нагреваются и кондиционеры, я поставил два мощных, у нас угловая, два мощных кондиционера, они летом нас спасают. Мы их снимем и что? Предлагают поставить на балконную плиту. Слава представляю. Можно поставить на балконную плиту. Но давайте придем к компромиссному решению. Мы выставим свои претензии, свои просьбы, скажем так. Рассмотрим, сядем, согласимся и компромиссно решим. То есть без диалога никак? Вы готовы к нему? Давайте общаться. Я готов. В свою очередь глава ФСКР нас заверил, что любые предложения собственников будут рассмотрены в случае их обращения в установленном порядке. Из порядка 54 проектов, разработанных фондом на объекты культурного наследия, мы выбирали дома, где наименьшее количество диссонирующих элементов. Для того, чтобы нам, придя на капитальный ремонт, не уйти на полтора года в суды с собственниками по пристройкам или еще по каким-либо таким моментам. И в принципе не приступить даже к самому капитальному ремонту. Поэтому были выбраны четыре дома, где выполнение работ в рамках текущего года возможно. У нас финансирование жестко привязано к календарному году. Поэтому заходить на объект, понимая, что мы его не сделаем, и деньги вернутся, субсидия вернется тем, кто ее дал, а работы не будут завершены. Это такая история очень некрасивая, поэтому объекты подбирались. Надеемся, что урегулировать вопрос с жильцами дома 34, который казался непроблемным, у фонда получится. У дома номер 16 по улице Ленина также определен подрядчик, и сейчас проходит стадия заключения договора. После чего все в наследие в течение 60 дней должно выдать разрешение на производство работы. Еще один подрядчик на два дома не определен. Пока. Это будет совмещенный лот, в нем будет Большая Мирская 24 и Адмирал Макар 18. Просто Адмирал Макар 18, полностью штукатурный дом, там нет карманского камня, там чуть попроще работы по составу. У нас год постройки выяснили, что 1930-й, но при этом дом, видимо, был существенно разрушен, и поэтому в 49-м, аж до 58-го года он был под восстановлением. Сейчас внешний вид дома плачевен. К тому же в фасад здания вмонтированы крепления троллейбусной линии. Большая Мирская 24 – это, наверное, самый сложный дом. Большой объем у Инкерманского камня, архитектурные элементы, плюс есть архитектурная группа со двора, там, где находится котельня. То есть у нас там взаимодействие будет со всеми. Дома после капитального ремонта для собственников и для будущих собственников этих домов становятся более экономически привлекательны. Стоимость квадратных метров в адкапитальном доме существенно растет. Вот только сейчас это звучит не столь утешительно для тех, кто является собственником с охранным обязательством в руках, которое накладывает бремя ответственности. Не все готовы его нести. Ремонт в этих четырех домах выявит и болевые точки, и наработает алгоритм взаимодействия со всеми надзорными органами и, главное, с жильцами. Рано или поздно надо будет сделать все дома, и людей надо к этому готовить. Всего в Севастополе 155 домов имеют статус объектов культурного наследия, 43 из которых расположены в центре города и должны выглядеть аутентично и эстетично. И процесс этого преображения простым не будет. Редактор субтитров А.Семкин